Переведено и озвучено Никмос Какое первое слово приходит на ум, когда я говорю Феррари? О, эм, быстрые красные спорткары? Нет, Теллер, судебные иски! Иски! Феррари были... Феррари исторически были параноиками от того, что их клиенты делают с тачками. 90% случаев, когда кто-то выкатывает Феру в соцсети, в комментах такие письмо о воздержании и прекращении или иск по почте, а не вот это, вау, крутые, быстрые спорткары. Многие люди напуганы, и вокруг Феррари витает напряжение. Я купил одну. Сейчас проверим, правда ли это. Сразу скажу, что мы не очень дружим с красными тачками. Надеюсь, она не красная. О, нет! Хватит! Вот она! Феррари F8 2020-го с пятью тысячами километров пробега. Многие предполагали, что я куплю побитую, 458-ю, или что-то дешевое. Это одна из лучших машин Феррари. Они не любят людей, использующих тачки не по назначению. Где провести черту? Можно ли мне кататься по бездорожью? Или по гравийной дороге? Компании нанимают команды агрессивных юристов, хотя я поступил бы так же. Если сделать из Феррари Пурарри, наклеить на неё котика и самому поменять логотип, то это нарушение авторских прав. Если бы кто-нибудь развлекался подобным образом с другой тачкой, компании было бы пофигу. Будто открываешь банку газировки. Может хлопнуть разок? Коди, нет. Я хозя, как это случилось. Говоря о разваливающемся ключе, должен ли я беспокоиться, говоря о чём-то подобном, когда это произошло и меня засудили? Сразу хочу сказать, что бы с этой тачкой не случилось, я люблю её. У меня много планов на неё. В хорошем смысле. Карбон здесь, карбон тут. Двери тоже полностью из карбона. Это карбон. Сидения из карбона. Это очень хорошо, ибо струя под давлением не сможет прорезать материал. Стой. Прекрати. Внимание. Кажись, предупреждение для водилы должно быть типа «Тебя засудят!» Когда садишься на дорогие тачки, чувствуешь качество. Кёнигсик буквально бьёт кувалдами свои аппараты перед отправкой. Здесь щит из-за оргстекла. Вы, наверное, такие «Погоди, какое качество? Это пластик!» Оно намного прочнее стекла или чего-либо другого. Оно стоит 12 долларов, если сломаешь. Корветт C8 похож на глиняный блок Феррари до того, как из него вырезали тачку. Корветт просто взял целый блок, типа «это сработает». Типа «да, выглядит неплохо». Типа «кирпич, что ж...» Вода буквально... Вытекает снизу. Короче, удобно. Здесь много пространства. Ещё предупреждение! О, как создать собственный закон. Я и не предполагал, что в комплекте будут перчатки. Буксировочный крюк. Я раньше такие уже использовал. Только вкрутил. Компрессор от Феррари! Это... Это... Это особенности персонализации. Красная решётка на приборке. Довольно особенно. Типа шпильки для этих ремней, эти значки. Если хочешь их на Феррари, то они не в комплекте. Стоят более 14 косарей. Ничто не сравнится со стоимостью возни со значком, за который приходится платить ценой... Жизни. Это 72 тысячи дол... А я тысячу откуда? О, нет. Что если мы подрисуем маленькие очки лошадки? Чё, уйди. Уйди, она засудит. Теперь нас точно засудит. Хватит. Не делай так. Такая простая вещь, как сорвать стоковый выхлоп за 30к баксов с нашего F8 и поставить реально громкий, приведёт нас к юридическим проблемам. К сожалению... Нам похер. Ты же продал всё это. Чел приедет за этим сегодня. Берём в сторону. Погоди, погоди. У Феррари нет красивых колёс. Законно ли сказано? Да. У неё заводская защитная пластина. Она, походу, сделана для ползания по скалам. У неё один из самых агрессивных звуков в мире. Хлопки, взрывы и так далее. Охренеть! Боже! Оу, чел! На полном приводе она убьёт тебя. Это, блядь, страшно! Сейчас я немного перелезу на крышу. Аккуратно, чтоб не помять. И просто встану. Это непросто. Чё это на тебе? Это было неплохо. Это мой костюм. Толстая. Чё? Толстая филешка. Всегда ношу защиту. Это то, что я ношу в собственности. В случае, если меня атакуют, в любой момент я готов. Сейчас мы на самой милитаризированной территории в Америке. Если приблизить, ты увидишь табличку с надписью «Воры будут застрелены». К сожалению, мы потеряли людей. Но это не то, о чём мы поговорим. Эта машина заехала в очень опасное место. Как только мы пересечём линию, всё будет плохо. Ты её начертил эту линию. Есть лёгкое беспокойство, что выезд на эту дорогу убьёт нас, поэтому я и установил подушки. Прямо за этим бампером. Есть сенсоры, и они чувствительные. Чувствительнее, чем Феррари. Мы не хотим, чтобы подушки сработали, ибо это выведет из строя всю машину, и будет много лишней возник. Нужно быть аккуратнее с разрушениями. Следующие 10 минут, пока я не съеду с дорожки. Напоследок взглянем на полностью целую Феррари. Окей, хватит, поехали. Это так просто. Это полный привод. Прискочила почти по вертикальному склону. Моя бы тачка сюда не заехала. Это жесть. Супер надёжная штука. Наматываем крюки на толпаной Феррари. Ну нафиг. Пошечки. Охереть. У меня 5-звёздочное бронирование. Запрыгивай, поехали. Чё? Охереть. Главный вопрос. Неужели это всё законно? Незаконно. Но это нихрена. Но мы загребали столько бабла, что не знали, куда его девать. Раллийный полит нафиг. Это было больно. У меня куча ошибок. Надо восстановить всю эту хрень. Только из-за этого, чел, я аж ничего не сделал. Ей точно нехорошо. Будто прошёл ливень, везде грязь. Нам нужно успеть на ужин, так что я посмотрю, смогу ли я доехать туда немного быстрее. Ты даже не видишь, куда ехать. Харен, ныть, я пытаюсь увидеть путь. Не-не-не, там деревья, деревья, деревья. Деревья. Не-не-не-не. Боже, чел, ветка прошла через отверстие. Это функция безопасности. Наткнувшись на забор или ограду, они пролезут туда. Я проехал по дороге так же офигенно, как и по гоночной трассе. Поэтому я смогу так. Чёрт! Чёрт! Стой! 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 Я думаю, шлифовка намного лучше, чем резать колесо. Как там с ракетным топливом? Всё сделано. Готовы к запуску. Большинство владельцев Феррари не моют свои тачки. И я испытываю гордость за себя. Я помою свою машину. Лучший способ помыть Феррари, это, конечно, мойка высокого давления. Кстати, вот проблема с этим отверстием на капоте. Непрактично. Туда грязь забивается. Становится значительно чище. Смотри, всё стекает. Стекает под капот. Они реально всё продумали. Мне кажется, оно там промокнет. Вопреки тому, что вы можете подумать, я озабочусь о всех своих машинах. Особенно о красных. Поэтому я купил следующее. Большой кусок. Это большой пузырь, который покрывает тачку, защищая её от крушения вертолёта. Ну что, подъезжают? Да, давай. На кой чёрт ты отъезжаешь? Стой, 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 стой. Теперь это свежевырезанное филе атлантической рыбы прямиком с полок Волмарта. Я поставлю метлу и просто уроню её на машину. Что произойдёт? Не думаю, что метла это проблема. Парень в ТикТоке швырнул стремянку в Энза Феррари. И я такой, вау, это защитит мою Феррари. Чел, это жесть. Это слишком мало. О, это реально жесть. Ты даже не попал по ней. Кажись, это тоже не очень большая. Смотри, оно держит меня. Это было неплохо. Попробуем что-то другое. Дай мне куалду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что ж, а на этом всё, ребята. Это для вас старались я, Антон, несменный голос этого канала, Никита, он является несменным монтажером этого канала, и другой Никита, наш переводчик, тоже несменный. Обязательно подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, в Телеграме, на канал, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, напишите какой-нибудь интересный комментарий, понравился ли вам этот видос или нет. И огромное всем вам спасибо за просмотр. Увидимся!